Для лобинских казаков отчётный сбор – одно из самых важных событий. Поэтому в нём приняли участие глава города, начальника отдела МВД, старейшины общества. Атаман городского казачьего общества отметил, темпы развития и возрождения казачества уже нельзя назвать скромными. Казачество поддерживает на всех уровнях, что даёт возможность продвигать казачьи движения. Городское общество не стоит в стороне от происходящих процессов в стране. Казаки активно принимают участие в реализации поставленных задач, сказал Алексей Козлов. Наши главные задачи – это восстановление казачьих традиций, восстановление культуры кубанского казачества и организация государственной службы казаков. В июне прошлого года Лобинское городское казачье общество официально зарегистрировалось. Сегодня в рядах состоит более 250 казаков. В 2012-м в общество вступило ещё 17 молодых людей. И желающих стать казаками становится больше. В день отчёта Атамана состав пополнился ещё на несколько человек. Лобинские казаки тесно взаимодействуют с правоохранительными органами. Еженедельно совместно с полицейскими проводятся профилактические мероприятия, рейды. Данная работа оказывает положительное влияние на складывающуюся оперативную обстановку. Это подтвердил Юрий Галута. «Хочу выразить большое благодарность и вашему атаману, и району, и городу за активное участие в охране общественного порядка. В любое время дня и ночи, когда не обратись, я всегда помогаю. Не считая со своим личным временем, не считая то, что, как уже и говорилось, не плачет, но казаки выходят. Надо на БСК, поехали на БСК, днём, ночью. Не было никогда отказов». Только за пять месяцев текущего года казаками совместно с сотрудниками отдела МВД выявлено 60 правонарушений и два преступления. Вместе с наркополицейскими было изъято из незаконного оборота более 4,5 килограммов марихуаны и 22 грамма дизаморфина. Закрыт один наркопритон. Большую помощь ликвидации потопления в 2011 году и мае 2012 оказали казаки, что отметил глава Василий Клюев. «Я благодарен всем братьям-казакам, которые в течение и не только 2011, но и 2010 года прилагали максимум усилий, чтобы защитить город от наводнения. А в простой, обыденной жизни ведь тоже мы должны проявлять активность». В своем докладе атаман также затронул тему духовно-нравственного воспитания молодежи. В этом направлении проводятся массы мероприятий. У атамана большие планы, о них он доложил на сборе братьям-казакам. «Сегодня в наших планах это развитие экономической базы казачества, расширение круга казачьих классов, казачьих групп, привлечение наибольшего количества казаков в государственной службе, в работе с казачатами». В 2011 году казаки успешно решали поставленные задачи. За вклад в дело служения кубанскому казачеству многие казаки были награждены благодарственными письмами за подписью атамана района. Нагрудным знаком отличия за безупречную службу наградили Харунжа Василия Клюева. Памятными знаками были награждены Владимир Кацук и Петр Дербаба. Выступающие казаки дали положительные оценки деятельности атамана.